В чем видишь причины своего роста в этом сезоне? Конечно же один из самых старших возрастов был в этом году в МХЛ Собственно в плей-офф поиграл против ребят, которые выступали в КХ и ВВХЛ Сейчас в сборной тоже такой опыт получил, то есть уже с более старшими Уже может быть эти матчи открыли для тебя что-то, чего тебе не хватало или в чем ты наоборот уже хорош? Очень много в сборной подсказали, что в чем я слаб, что мне нужно улучшать, какие качества И я думаю, в следующем сезоне не надо будет останавливаться и идти еще дальше Ну и собственно над чем тебе нужно поработать? Ну над быстротой Из-за того, что скорости большие, сила броска конечно увеличилась на вот таком уровне Поэтому это быстрота, скорость, движение в воротах Я уже видел, что нужен свой стиль, стиль Пексы Но все-таки может быть есть вратари, на которых ты хотел бы быть похож Вот ты видишь свой будущий стиль, когда ты уже станешь взрослым Везде заиграешь, все дела, то есть у тебя будет свой стиль Вот на кого бы он был похож? Ну я бы взял, наверное, что-нибудь от Джонатана Куика из Лос-Анджелеса Потому что очень быстрые ноги, очень быстро двигается Всякие хитренькие такие уловки, там нестандартные действия Взял бы у Марка Андрея в той 3 Спокойность прайса, мне кажется, это самое главное Ну чуть-чуть, по чуть-чуть от всех и свой стиль можно сделать Я сейчас задумался, получается Квик и Флюри Это же как раз два вратаря, которые в этом сезоне без ловушки сыграли Я, конечно, не люблю, что ждать этого следующего сезона Но человеку нужно ловить любыми способами Поэтому даже если что-то слетит, если даже шлем, то нужно до конца играть А какую бы ты себе оценку поставил за свое ментальное состояние Вот по ходу сезона, плей-офф, потому что для вратарей это вообще особенно важно Ну за ментальную четверочку, я бы думаю, такую прям твердую Потому что на самом деле были какие-то моменты такие переломные для меня Хоть как бы я это не показывал и на игре это не сказывалось Но чуть-чуть были такие моменты переломные, в которых было очень сложно Но в целом я бы сказал, что хорошо именно ментально к этому сезону подготовился И все прошло довольно нормально То есть можно сказать, что ментально ты готов лучше, чем физически пока что? В данный момент да Потому что конец сезона уже Ну так на самом деле у вратарей же Ментальная составляющая намного больше в процентах важна, чем физическая Физически готов любой человек Ну в плане спортсмен, хоккеист А именно для вратаря самое главное это подготовиться ментально Поэтому у меня на первом месте это моральная составляющая моя Этот компонент я больше всего тренирую каждый день Каждый день? Ну каждый день как бы думаю над этим Думаю как бы было лучше И потом уже просто применяю это на жизненных ситуациях Окей, заключительное То есть вот сейчас летом, в межсезонье Будешь готовиться к следующему Наверное очень важному уже сезону Переходной такой То есть больше будешь работать именно над физухой Потому что голова у тебя в принципе уже готова Ну на самом деле Каждый сезон важен Но так можно сказать Да, такой один из важнейших Поэтому Ну на самом деле И то и то буду готовить И морально, и физически И качества свои Потому что Все равно на взрослом уровне Уже другие проблемы Задачи надо будет решать В моральном плане Там нагрузка другая А физически да, конечно Надо будет готовиться Потому что Ну надо Крепчать Надо уже Побольше становиться Чтобы Вместе с шайбой В вороты не залетать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok